Друзья, доброе утро! Меня зовут Лосинок Евгений, я генеральный директор сети Викинг Туристик. Сейчас я нахожусь в городе Салонике, недалеко от города Салоника, аэропорт Македония. Покажу вам вкратце, что представляет данный аэропорт, чтобы вы не запутались. Постараюсь написать в комментариях к видео, как добраться до этого аэропорта, сколько это стоит от Салоников, какие виды транспорта сюда ходят, какие есть фишки у этого аэропорта. Поехали! Значит, вот смотрите, тут есть парковка. Вот он наш сам аэропорт, называется он Македония. Аэропорт двухэтажный, мы сейчас с вами находимся на втором этаже. На втором этаже у нас осуществляется посадка. Зайдем в аэропорт и посмотрим, как проходить регистрацию. Они сейчас планируют построить новый терминал. Видите, аэропорт сейчас реконструируется и ведутся работы. Терминал, судя по всему, Б. Там вот А. Прямо на входе можно выпить кофе и съесть сэндвичи. Вот мы попадаем с вами в аэропорт. Здесь, как обычно, мы видим, видите, кассы по приему багажа, терминалы. Если вы что-то не знаете, вы можете подойти к представителям Муза Нидис Тревел здесь. Как правило, они говорят по-русски, и вы сможете уточнить ваши вопросы. Также здесь есть информационное табло. Сейчас, не информационное табло, справочное, а буквочка И ищите. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Продаются здесь, конечно же, билеты на рейсы LNR. Типпорт. Можно багаж упаковать. Можно купить сим-карточки сразу. Давайте посмотрим, сколько стоит упаковка багажа. С 6 до 20.00, 6 евро в аэропорту. Здесь вот у нас есть еще одна закусочная. Можно покушать. Там уже начинается, видите, сказали, нельзя снимать. Там начинается зона посадки. Не посадки, там и проходится пограничный и паспортный контроль. Чтобы найти свой рейс, вы находите информационное табло. Находите ваш рейс. Ну, я думаю, вот этот вот Мивак. Это, наверное, Минск, судя по всему. Вот здесь на английском языке. 8.20, B2. Видите, здесь указано, например, 8.20, рейс, флайт, B2, 83.10, Минск и гейтсы, верта, в которых вы можете сдать свой багаж. 12 и 13. Соответственно, ищите данные цифры. Видите, вот 12 и 13. Становитесь в них, сдаете багаж, получаете билеты и идете проходить пограничный и паспортный контроль. Нормы багажа у каждого перевозчика могут быть разные. Например, у Белавио сейчас 23 килограмма. Это на багаж, который вы сдаете, и 10 килограмм на ручную кладь. Для бизнес-класса там другие требования. У Белавио раньше были другие требования. Сейчас они поменяли. И нельзя сдавать два багажа. То есть, если у вас, например, один багаж 10 килограмм, а второй 10, так нельзя. Вы должны его собрать в один. И он должен весить один до 23 килограмм. До 32 килограмм, если не ошибаюсь, у них принимаются максимальные грузы. Если больше 32 у вас окажется, вам придется опять-таки разбивать. И доплаты. Как мне сказали, сейчас у них доплата порядка 50 евро за место. То есть, вы не за килограмм платите, а 50 евро сразу. После того, как вы сдали багаж, вам скажут, в какой терминал или гейтс вам проходить для того, чтобы пройти пограничный паспортный контроль. Ну, как правило, вот я вам показал, что вот сюда мы идем и проходим пограничный паспортный контроль. Там у нас же будет зона дьюти-фри. И там же вы будете осуществлять посадку на ваш самолет. Аэропорт. Небольшой. Это я нахожусь еще в зоне аэропорта. Я не нахожусь еще в зоне пограничного паспортного контроля. Там снимать нельзя. Вот еще у нас один зал. Зал А. Здесь тоже находятся кассы, в которых можно купить авиабилеты и терминалы по приему багажа. Видите, здесь уже у нас Turkish Airlines, Astra. И здесь у нас с первого по десятый терминалы. Также есть такая классная штука. Вы можете самостоятельно для некоторых авиакомпаний получить билеты и багаж. То есть вы подходите сюда, проходите сами регистрацию, выбираете места. И потом багаж просто сдаете в отдельное, вот туда вот, в отдельное окошко. И вам не надо стоять туда в очереди. Также сейчас у перевозчиков есть система онлайн бронирования мест. Вы просто заходите на сайт, ну, например, сайт Белавиа. И выбираете посадочные места, на которых вы будете сидеть. Тоже очень удобно. Сейчас у многих авиакомпаний такая фишка есть. Они практикуют ее. Это им облегчает жизнь и вам облегчает жизнь. Также, если вы хотите выбрать место, в многих авиакомпаниях они делают это плату. Ну, например, вы хотите место возле аварийного выхода. Или хотите не сидеть в начале самолета. Вы доплачиваете определенную сумму и эти места можете резервировать. Что здесь есть еще? Прокат автомобилей. Прокат автомобилей. Да, прокат автомобилей. Покушать можно небольшой буфетик такой, кафешка. По трех евро. Это вот зал прилета. Отсюда выходят гости. Вот уже стоит Музенидзе встречает. Здесь же можно поменять, судя по всему, эксчендж валюту. Он небольшой. После того, как вы выходите, проходите паспортный контроль, пограничный контроль, вы выходите представителем вашей принимающей стороны. Это может Музенидзе, другие компании. И они вам говорят, куда пройти. Как правило, вы выходите потом на улицу и идете к стойкам оператора. Вот в данном случае, например, вот Музенидзе стоит, подходите. И вам говорят, какой автобус здесь. И дальше вас везут в отель ваш. На первом этаже находится зал прилета. Здесь есть такси. Можно добраться до города. Ходит общественный транспорт. Билет можно купить или внутри, или можно купить его прямо в автобусе, мне сказали. Ну что, друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений из аэропорта Македонии, город Салоники. Пишите ваши комментарии.